Итак, четвертое задание. Четвертое задание, четвертый лист. Давайте с ним более предметно познакомимся. Вам предлагается сделать небольшое приложение среди Excel, которое позволило бы вам, зная геометические размеры комнат и какие-то образцы обоев, определить, а сколько же потребуется денег для того, чтобы, так сказать, поклеить вашу квартиру данными обоями. Сразу забегая вперед, скажу следующее, что для того, чтобы вот эти образцы обоев были красивыми, рекомендуется найти образцы нормальных обоев в интернете и, естественно, указать ту цену, которая характерна для именно этих обоев, ну и сделать такое приложение. Причем, видите, здесь много карточек небольших, здесь все так, как бы, рассвечено очень неплохо. Значит, единственное для того, чтобы, как бы, вариантов у вас было побольше, у меня заложена опять генерация, так сказать, размеров ваших комнат. Ну, понятно, мы это делаем всегда при помощи обыкновенных случайных мест. Поэтому начинается работа, как всегда, с того, что мы должны зафиксировать эти значения. Допустим, мы вынимаем это значение, подводим, правая кнопка, вперед, контекстное меню, копируем только значения. Все, зафиксировано ваше значение. Теперь для кухни понятна длина, ширина, высота. Заданные значения – это ваше конкретное задание, которое вы должны помнить. Обратите внимание на пояснение в правой части, в которой сейчас работаю. Если стоит значение «рассчитать», то, значит, расчетный показатель у вас. Ну, понятно, что, зная цену, количество рломов, зная их цену, можно поделить вообще, сколько все это стоит. Ну, и стоимость вообще всего. Значит, зная геометрические размеры прихожей, кухни, гостей и так дальше, и зная длину и ширину рулона, можно определить количество рулонов, которые необходимо, так сказать, для того, чтобы поклеить ту или иную, так сказать, комнату. Обратите внимание, что все комнаты поклеены разными обыдями. Ну, я думаю, что это, в принципе, должно придерживаться такого же, так сказать, правила и сделать аналогичную, так сказать, систему. У нас здесь есть подсамировочка и количество рулонов и все прочее. Таким образом, вы должны сделать приложение, которое позволило бы выполнить расчеты и позволило бы вам посчитать, а сколько же денег потребуется для того, чтобы вы могли поклеить вашу квартиру обоями. Здесь графиков никаких нет. В этом задании вы, оно задание просто расчетное, и вы должны здесь просто посчитать эти цифры. Ну, я думаю, тоже комментировать дальше, наверное, здесь особенно нечего, потому что мы здесь будем использовать с вами, естественно, форму для вычислений, особенно в части вычислений количества рулонов, ну, естественно, суммы. Поэтому здесь должны присутствовать формулы, которые, так сказать, вот производятся в этих вычислений. Ну, оформлять можете, конечно, любым другим способом, но желательно, чтобы это было не менее красиво, чем сделано у меня. Ну, вот на этом комментарии к этому заданию заканчиваются. Спасибо за внимание. Спасибо.